Дагестанский поэт Наби Исаев пишет только на аварском языке. Его произведения неоднократно публиковались в газетах, журналах, коллективных сборниках и даже вошли в антологию дагестанской поэзии и школьные учебники. Сам автор за много ли творчества издал не менее 10 книг и сейчас готовит второй том собрания своих сочинений, а также сборник детских сказок на аварском языке. Продолжит Патимат Бурзеева. Поэтами рождаются, а не становятся, признается Наби Исаев. А если не получается, то просто бросают потом это нелегкое дело. Меня всегда тянуло к поэзии, рассказывает Исаев. Первое свое стихотворение он написал в 12 лет, затем его опубликовали в районной газете. Впервые, когда в 8 классе я учился, в районной газете был опубликован мой стихотворенный школьник. И при том ни одно слово не было заменено. Я был на седьмом небе, я не думал, что это может быть опубликован. Но быть только поэтом в этой жизни он не смог. После окончания филфака ДГУ не остался в городе. Просто потому, что не искал легких путей, а вернулся домой в Цунтинский район, где проработал всю жизнь учителем в родном селе Генух. Исаев пишет только на аварском языке. Его стихи просто пропитаны национальным колоритом. Тематика разнообразна. Но прежде всего, считает сам автор, поэт должен болеть за свой народ. Если поэт, он не должен стоять в стороне и должен участвовать. Не только писать любые стихи, он должен за все болеть. Потому что если настоящий поэтический сердце, он не может в стороне стоять. Своими учителями он читает Гамзата Цедасу и Расула Гамзатова. А еще любит поэзию Гейна и Бернса. И, конечно, предпочитает классические произведения в современной литературе. Не может ни дня прожить без книг и творчества. Стихи, признается Исаев, приходят ко мне даже во сне. Я каждый день работаю. Я творческий человек и без творческого творчества не могу жить. Поэтому, когда стихи приходят, они независимы от времени, любое время. И даже во сне, иногда бывают такие штуки, и во сне тоже меня. Приходят стихи, я встаю и пишу стихотворение. Главной для поэта остается проблема национальных языков. На них перестали говорить, писать и читать. Люди вообще перестали читать. Но Исаев считает, что это временное явление. Дагестанцы все-таки вернутся к родным истокам. Я думаю, аварский язык не исчезнет. Хотя многие пишут, что боятся, что у людей там исчезнет язык. Я уверен, пока есть селения, пока есть люди, язык не исчезнет. И так же наш генетский язык тоже. У меня учителя были аварские из Гунирского, Хунзавского района. И меня привели любовь к этому аварскому языку. После этого я так полюбил этот язык. Многочисленные публикации в журналах и газетах. Десятки изданных книг. Творческие вечера и встречи. Где поэт не только рассказывает о своем творчестве, но и делится с молодым поколением опытом. Об Исаеве прекрасно отзываются коллеги по Перу и те, кто были его первыми учителями еще в УЗИ. У нас на филологическом факультете училось немало поэтов. Но я пришел к выводу, что Наби Исаев – это поэт от Бога. Он, наверное, и оставил учительскую работу в школе, чтобы целиком посвятить себя поэзии. Любовь к книгам ему привила мать. Она всю жизнь проработала в библиотеке. Именно ей Исаев обязан тем, что начал еще в детстве писать стихи. И именно матери посвящено большинство его произведений. Ватимат Брузиева, Слим Таджибов, Рамазан Амаров, Юсуп Гази Амаров. Время новостей. Буйнакский район.